В 8 часов утра звонок об обнаружении щега возгорания в 400 метрах от хранилища и делившихся материалов маяка поступил на пульт диспетчера специальной пожарной части. Этот звонок стал легендой традиционной весенней масштабной тренировки на градообразующем предприятии Озерска и дал старт очередным тактико-специальным учениям по теме организации и проведения комплекса мероприятий по ликвидации природных пожаров на территории санитарно-защитной зоны предприятия. В 2017 году в Росатоме был заранее разработан план пожароопасному сезону и в него включены учения и тренировки. Через 15 минут после тревожного сообщения пожарные, оценив масштабы и скорость распространения огня, запросили подкрепление. На помощь передовой группе пожарных отправились дополнительные силы, специальные формирования и тяжелая техника службы экологии и управления автомобильного транспорта. Фронт условного происшествия достиг 700 метров, а скорость ветра, по легенде учений, усилилась до 5 метров в секунду. Пожар мог перерасти в верховой. Это уже не пожар, а стихийное бедствие. Разведку, в том числе и радиационную перед заключительной схваткой с огнем, провели работники службы экологии на квадроцикле «Ямаха». Разведку по просеке произвели, огонь не перекинулся через просеку. Радиационная обстановка дозиметрист докладывает в норме. Взвешены все за и против, и руководитель оперативного штаба Олег Мудрац дает сигнал на начало операции по тушению пожара. В 12 часов условный очаг возгорания был ликвидирован. Результаты учения показывают, что созданная группировка способна выполнить задачу по ликвидации природных пожаров в санитарно-защитной зоне в ГУПО «Маяк». Сегодня на «Маяке» работает вся система ликвидации пожаров в санитарно-защитной зоне предприятия. Техника и персонал к пожароопасному сезону готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова